Светлана, люди испокон веков задаются вопросом поиска своего предназначения. Что же такое предназначение? Предназначение. Ну давайте пойдем с вами из корня этого слова, да, предназначен. И тогда мы говорим о том, что мы предполагаем, что каждый из нас как бы назначен для чего-то на эту жизнь. И чтобы получить ответ, ну такой более или менее правдивый, нам тогда стоит обратить внимание, а кто предназначен. Потому что планета у нас большая, людей у нас много, все люди разные. И можем ли мы говорить, что предназначение для одинаковых людей будет одинаковое, а для разных будет разное. И я бы здесь, наверное, сказала, что на этот вопрос следует отвечать, и когда мы на этот вопрос отвечаем, нам следует выбрать точку отсчета или откуда мы смотрим. Поскольку я вместе с тем, что практический психолог, я еще и психолог кармический, то моя точка взгляда, точка зрения, откуда я рассматриваю все, она, конечно, лежит в позиции душа, которая приходит на землю и задачи, которые ставит себе для воплощения. И тогда мы можем сказать, что у каких-то людей есть предназначение освоиться в плотности, получить просто опыт, любой опыт. И вот знаете, сейчас для кого-то может быть шоком. Я думал, что мне нужно вот это или вот это, быть хорошим специалистом, жить счастливую жизнь, быть честным, быть праведным. Но для большинства молодых душ предназначение – это просто получать опыт. И тогда в чем заключается успешность этого предназначения? Быть в моменте, проживать свой опыт качественно. Знаете, как гурманы, когда они берут в рот что-то, они это пробуют, и они вот этот кусочек, вот этот смак вот такой, да? И тогда получается, что предназначение – собрать опыт того, как это быть человеком, для души это интересный опыт, тогда это предназначение выполняется хорошо. Далее я бы как посмотрела на этот вопрос еще, что история о Земле, она у нас тоже разная. Например, в средние века, когда мы жили в темное человечество, там, инквизиция и так далее, то, скажем так, предназначение было воспитать свою духовность, воспитать доброту, выйти за пределы человеческих пороков, да? И вот мы шли вот в эту стызю. Когда нам удалось добиться этого на коллективном уровне, на планетарном уровне, предназначение тоже поменялось, мы стали расти там в человечности, да, в прогрессе, в заботе друг о друге, в повышении качества жизни. Сейчас у нас буквально лет 10 назад предназначением было выйти из вот этого материального мира, накопительства, да, вот это лакшери, оно уже немножко устарело само слово, да, если мы понимаем, то сейчас слово предназначение у нас или смысл нашего предназначения выходит в другой параметр. Мы обрели эту духовность, мы получили связь с Духом, опять же, многие из нас. И наша задача теперь привнести Дух на землю, сюда, в тело. И тогда мы говорим, что теперь для многих предназначение — это заземлить свою суть, это проявить своего Бога внутри себя, это не отрицать материально, это не отрицать духовно, а это всё объединить в какую-то одну такую красивую систему, в красивую жизнь. И для кого-то предназначением может быть стать счастливым, для кого-то может быть стать свободным, для кого-то предназначение сейчас — это что-то реализовать. Но по большей части, я бы сказала, что для всех, кто нас сейчас слушает, потому что мы же понимаем, что не все люди одинаковые, не все будут слушать это видео, только те, кто вибрационно притянется, то для большинства людей, кто сейчас это смотрит, предназначение на ближайшее время — это быть собой. Вот почувствовать, понять, кто я, и в мир проявлять непосредственно себя, вот свою уникальность, свои характеристики, свои черты, свой стиль, потому что мы, когда созданы Богом, мы созданы все настолько абсолютно уникальны и неповторимы. Это как сад, в котором каждый цветок красив, и если один цветок не захочет раскрыться или захочет быть не собой, а кем-то другим, то сад перестаёт быть вот этим великолепием. И чем больше каждый из нас сейчас будет чувствовать себя, понимать себя и проявлять себя только ему свойственным способом, тем больше будет это самое предназначение раскрываться. А какая разница между предназначением и призванием человека? Тоже, кстати, хороший вопрос. Очень многие делают это синонимами. Можно считать, что это синонимы предназначения, призвания, а можно попробовать разобраться опять же в корне слова. Если призвание — то к чему мы призваны, а предназначение — то, что нам как бы назначено. И если мы говорим про призвание, то, наверное, следует понимать это как что-то, к чему тебя неотвратимо влечёт не только твой зов, не только твоя душа, но и все обстоятельства жизни, когда они тебя подталкивают. Для меня призвание — это быть Ломоносовым, быть Менделеевым. Для меня призвание — это быть… Ну, призвание для меня — это прежде всего про профессию. Это когда у тебя есть набор качеств, которые идеально подходят для какой-то деятельности. И в этой деятельности ты все эти качества раскрываешь, и ты являешься суперспециалистом. И это не только про знания, это не только про какие-то результаты, а это и про более тонкие моменты. Вот говорят же, учитель от Бога, доктор от Бога. Это значит, что у него было призвание. Его призвали, чтобы он вот здесь создавал тот результат и проявлял все те задатки, которые он смог в себе накопить за долгие жизни своей души на Земле или даже на разных планетах. И исходя из этого, есть точка зрения, что предназначение есть у всех, а вот призвание не у каждого такое яркое. И особенно, наверное, сейчас выдохнут люди, у кого есть большое количество интереса. Или, знаете, их называют ещё мультипотенциальные люди, либо люди с множественным потенциалом, которые могут рисовать, могут выпекать, могут показывать результат в художественной гимнастике. И они не знают, что делать, как определиться, в какое направление пойти. И это тогда говорит о том, что у них нет какого-то большого такого призвания, чтобы что-то глобальное создать. Но у них есть предназначение реализовать себя через эти свои черты, через свои умения. Может быть, создать что-то новое. А может быть, в этом нет ничего грандиозного с точки зрения социума, а есть просто насыщенность самой жизни для человека. Потому что, когда душа приходит в тело человека, для неё важно не что, а как. Для неё важен не вид деятельности, а ваше состояние, которое вы проживаете в вашей жизни через взаимоотношения, через деятельность и просто будучи наедине с собой. А что делать, если я вот как раз мультизадачная? И что делать, если я не понимаю своё предназначение? И я вот слушаю с разных сторон, что важно наслаждаться тем, что есть. Идти в ту деятельность, которая откликается вот мне прямо сейчас. Но вот это ощущение отсутствия какой-то миссии, бесцельности, оно является очень нетущим. Кажется, что делаешь что-то, но как будто бы недостаточно. Вот что делать с этим ощущением? Потому что, мне кажется, это как раз и есть про предназначение. Как определить свою миссию? Мне вот очень интересно, что сам вопрос о поиске миссии, вот откуда он растёт? Такое ощущение, как будто каждый из нас должен быть кем-то обязательно великим, каким-то обязательно глобальным, сделать какой-то прям супер вклад какой-то, как будто бы просто быть мне, мной нельзя, или не стоит, или это непочётно. Как будто бы сама моя жизнь без какого-то великого смысла, она ничего не стоит. Ведь эта планета, вообще жизнь на Земле, это площадка для огромного количества опыта. И для души важно качество воспринимаемого опыта. Пожалуй, вот если вам нравится, просто выйти на улицу и подставить вот так лицо солнцу. И при этом вы чувствуете, как лучи касаются кожи, как они проникают внутрь, как начинают клетки тела радоваться, как улыбка возникает, как ветер в волосах играет. И вы чувствуете, Боже, как прекрасна жизнь! И вот это состояние, которое вы несёте, вот это качественное ощущение опыта, это очень ценная для души вещь. И если вы так свою жизнь сознательно, включённо, качественно проживаете, есть ли разница, какой вклад вы сделали в этот мир? И второй вопрос. Если 8 миллиардов человек имеют миссию, то где те люди, ради которых кто-то имеет миссию? То есть кто-то же просто должен жить. И вторая часть ответа здесь, когда мы ищем, да, вот само предназначение. Я не могу его услышать сегодня. Да, у меня много интересов, я переключаюсь, меня ругают. Но, возможно, миссия откроется через 5-6 лет. А сегодня тогда что? Да, вот то, как вы спросили, Светлана, как быть, как сегодня быть? Принять свой день. У меня есть моё сегодня. И мы часто не задумываемся, но моё сегодня — это может быть большим даром. Потому что, однако, вот если посмотреть статистику по миру, сегодня оно у нас есть. Но у кого-то сегодня до обеда, у кого-то сегодня до вечера. У кого-то завтра есть, а у кого-то завтра нет. И мы забываем, насколько ценен сегодняшний день. И тогда это очень смелый вопрос развернуться к себе и спросить, когда сегодня у меня есть мой день, у меня есть моё тело, у меня есть моё время, но у меня нет понимания миссии. Как я тогда проживу этот день? Если я просто сегодняшним днём ограничусь и почувствую себя, то как я его проживу? И вот ответ на этот вопрос будет предназначением. потому что наш путь, он очень такой, знаете, может быть очень разным. Вот у кого есть призвание, там чаще всего колеёй несут и попробуй и выбеги отсюда. А у кого нет чёткого призвания и у кого есть просто определённое русло жизни, вот там вот мы можем найти свою миссию, а можем в какой-то момент от неё отказаться. Мы можем её иметь, можем её не иметь. Но самое важное, чтобы её не пропустить и чётко почувствовать, у нас должен быть контакт с собой в первую очередь. Мы должны себя слышать, мы должны себя слушать, и мы должны это реализовывать. Чтобы всё это получилось, повторюсь, нам нужен контакт с собой. Не убегать в мысли, не искать ответы на какие-то ментальные вопросы. Нам нужно осмелиться быть собой прямо сейчас, такими, какие мы есть, без того, чтобы думать, что что-то пока не так с нами. Здравствуйте! Меня зовут Светлана Попова. Я практически психолог. Я в своей работе сочетаю направления человеческого спектра психологии и психологии духовной. Это позволяет мне закрыть весь спектр потребностей в нашей терапии для души. Кармическая психология – один из моих брендов. Также я ароматерапевт, и я практик в психосоматике. С разных сторон изучаю и практикую эту тему. Я с удовольствием приглашаю вас на свои курсы, которые у меня двух видов существуют. Это курсы обучающие для специалистов и курсы исцеляющие, трансформирующие для себя, для своих потребностей. Подробнее обо мне вы можете посмотреть информацию под этим видео. Светлана, что такое миссия? Это вот тоже такой прям интересный вопрос. А можем мы попросить или предложить нашим зрителям написать свою версию в комментариях под видео? Потому что, как я выяснила, в жизни очень разные люди под одним и тем же термином разное понимают. И миссия, исходно откуда идёт миссионеры, люди, которые были в религии и шли доносить что-то новое, что-то иное в племена береги аборигенов. Как мне недавно пришло, откуда я не помню, в интернете, они шли приносить новое. Это была их миссия. Они шли развивать цивилизацию другую, помогать отсталым пламенам, быть менее отсталыми. То есть, миссия – это какая-то задача, нет, это скорее какой-то набор действий, предприятия, предпринимательства, мероприятия по реализации какой-то цели. И вот что это за цель? Ну, цель какая-то глобальная должна быть, да? Сделать какой-то прорыв в исследовании космоса, миссия высадиться на Луну, сделать прорыв какой-то в области науки, да? Миссия, например, исследовать какие-то клетки и найти новое лекарство. То есть, мы подразумеваем, что миссия – это что-то такое большое, глобальное. Боюсь как бы не попадать в ловушку значимости этого, потому что когда человек берёт на себя вот эту миссию, обычно начинает давить корона, и тогда дух не может сюда зайти, тогда эго настолько начинает нервничать, чтобы это всё дело смочь, я сейчас об обычных людях говорю, да, что дух не может пройти и не может это реализовать. Люди с такими большими амбициями и с меньшим прислушиванием к духу, они, конечно, париться не будут. Они будут Наполеонами, Бонапартами и не будут называть других событий и имён, да, ну вот. То есть, там не будет такой истории. Для другого человека миссия – что я несу? Что я несу в мир? Какую цель я своей жизнью, в принципе, хочу реализовать? И тогда для кого-то может быть миссия – это просто быть счастливым, а для кого-то может быть миссия – помогать другим быть счастливыми. И поэтому, дорогие друзья, кто у нас смотрит сейчас, что для вас миссия и какую миссию вы чувствуете в своей жизни, есть она у вас или нет. Если я могу так вас спросить, я была бы рада диалогу. Светлана, а вы нашли свою миссию? А я, наверное, не искала её. Я и в вопросах предназначения и призвания тоже не особенно заморачивалась. Хотя было какое-то такое время в моей жизни, наверное, когда на стыке профессий, как раз когда я из своей экономической карьеры уходила в психологическую, я считала, что такая большая моя задача – помочь людям освободиться от матричного мышления, и освободить их сознание от навязанных программ, чтобы все стали свободными. Вот, наверное, идея о свободе было что-то похожее на мою миссию. Но чем больше я её делала, тем больше я понимала, что никакая это не миссия, это даже не призвание и даже не предназначение моё. Хотя если посмотреть гороскоп, то у меня Меркурий стоит рядом с Солнцем в каком-то там доме в восьмом или в девятом. Это означает, что моя конфигурация Богом создана для того, чтобы обучать, для того, чтобы преподавать, чем, собственно, я очень часто и занимаюсь. Но даже это я не считаю предназначением. Просто есть какой-то зов, который говорит, давай сделаем вот это. Давай сделаем. Я иду и делаю. И я поняла, что когда не вешаешь ярлыки каким-то событиям и вещам, то тогда эти явления, события, вещи, они протекают очень естественным способом. Они протекают гармонично, без каких-то искажений, без каких-то штампов программных, без каких-то вот из таких социальных навязанных условностей, что ли. То есть я сейчас предпочитаю не говорить ни о призвании, ни о предназначении, ни о миссии, а просто честно перед собой проживать свой день, свою жизнь. И, наверное, честно, если так можно сказать, перед Богом, да, когда Он дал мне это тело, Он дал мне эту игру, Он дал мне эти таланты, которые Он дал, насколько я была хорошей хозяйкой в отношении этих талантов, насколько я их взращивала, насколько я их проявляла. И если я временно садовник в саду своих талантов, то насколько я хороший садовник. Вот, пожалуй, наверное, для меня я вот так отвечу на вопрос по миссии. Не знаю, это кого-то устроит ответ или кого-то разочарует. Наоборот. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok